Всем привет! Сегодня я расскажу, как я готовлю борщ. Это, кстати, один из моих любимых супов, и поэтому рецепт он получается очень вкусный и насыщенный. Пошли готовить! Первым делом промываем мясо и кладем в кастрюлю с холодной водой. Я обычно беру свинину или говядину на кости. Для бульона лучше брать не мякоть, а мясо на косточке. Оно делает суп более наваристым и вкусным. Ставим на огонь и доводим до кипения. Тем временем чистим овощи. Лук, свеклу, у меня отварная, можно брать сырую, картофель и морковь. После закипания воды уменьшаем огонь до минимального, снимаем пену шумовкой, добавляем соль и варим под крышкой 1 или 1,5 часа, в зависимости, какое мясо вы взяли и какого размера. Пока варится мясо, приготовим зажарку. Обжарим на растительном масле порезанный лук и натертую на крупной терке морковь около 3 минут на среднем огне. Далее туда выкладываем натертую или нарезанную тонкой соломкой свеклу. Добавляем чайную ложку сахара, столовую ложку уксуса. Уксус добавляю для сохранения яркого красного цвета у свеклы. И 2 столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваем и жарим еще 5-8 минут. Потом шинкуем капусту тонкой соломкой и нарезаем картофель кубиками. Когда мясо готово, аккуратно вынимаем из бульона, немного остужаем и отделяем от кости, режем на небольшие кусочки. Пока мясо остывает, запускаем в кастрюлю капусту, ждем пока закипит и следом картошку. Варим на маленьком огне под крышкой около 10 минут. И, наконец, отправляем нашу зажарку и мясо. Продолжаем варить еще 5-7 минут. При необходимости доливаем горячую кипяченую воду. За минуту до готовности добавляем лавровый лист, соль, если необходимо. Также я еще добавляю немного абхазской домашней аджики, черный молотый перец и 2 зубчика чеснока пропускаю через чеснокодавилку. Все перемешиваем и накрываем крышкой. Наш вкусный домашний борщ готов. Перед подачей желательно дать ему настояться 20-30 минут. Подаем его со сметаной и свежей зеленью. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного аппетита. Всем пока!